всем привет дорогие друзья сегодня последний день 2018 года то есть 31 декабря юрик ты будешь здороваться представляете где мой муж находится когда-то кто-то нам говорил что нам надо уже рум-тур по дому устраивать ну вот наступают времена потихоньку мы начали утеплять потолок вчера да это наш зал вот это вот наш зал ну так как мы тут живем у нас тут все это приготовлен цемент для того чтобы штукатурить стены и один ковер только убрала вот это вот мы купили вчера пенопласт этот утеплитель 10 сантиметровый наконец мы смогли потратить пол пол зарплаты твоей да пол аванса и пол пол зарплаты не знаю короче вот этот вот утеплитель на пену на всякую ерунду или половина аванса ну вот мы потратили наконец-то эти 8000 ладно теперь мы будем утеплять потолок когда-то давным давно в далекие-далекие времена почему у нас вот такая вот такой вот потолком потолок домиком и мы хотели именно чтобы были деревянные балки и деревянный потолок мы увидели вот такой журнал идеи вашего дома сейчас я расскажу ой нифига ты журнал нашла ну я же приготовилась шуруповерт подать ой я не смогу его ну и вот нам с мужем так понравилась эта идея и он конечно же хотел окна в пол ну так как мы живем до пола я в пол говорю это я так прикалываюсь как платье в пол и окна в пол он хотел вот это же прикол юрий ты такой не модный ничего не понимаешь но так как мы живем в сибири так как нам надо было делать вот это вот слуховое окно или какое-то у нас окно но мы показывали как мы там это все делали из какого бушного железа не показывали да а я думала мы выставили ну давай я тут помогаю мужу вот и значит он захотел сделать вот такой зал ну я поддержала его идею конечно же не очень мне очень понравилось и потолок был высокий ну и все прекрасно ну мы начали замерзать реально замерзать и он когда позапрошлом году да ты запенил вот это вот между между досок чтобы мы не так сильно явно замерзали и медленно замерзали ну и мы поняли что нам нужен потолок утепленный мы все-таки не в европе живем не нет как сказать не в теплой стране не в теплой точке не в теплом городе не в теплой местности мы живем в сибири здесь вот он вот так сделал два проема все делалось по его задумки вообще будем так делать будем я соглашалась вот теперь вот здесь вот он проем оставил хотел когда-то сделать аквариум большой я тоже согласилась но наступили такие времена что нам не до аквариума быть бы жив живым и то ладно и вот эти вот проемы остались но это то ладно еще а вот этот ну раз он остался не знаю будем ли мы его закрывать теперь или не будем это у нас как колонна получилось не знаю я тут хожу наверное обведу тут я конечно глажу и в раздевалке не охота гладить не сделано там не приспособлено тут у меня приготовлено джинса это у нас только джинсы я хотела кое-что там делать и приготовила вот эти джинсы тут у меня веночек я его сняла сейчас я его сделала к новому году ну так как мы не ставим елку ну может вниз повешу не знаю покажи расскажу что я делаю вот этот лист пенопласта 2 метра длиной и толщиной 10 сантиметров мне с ним работать будет очень и очень неудобно поэтому я сейчас возьму и вот вижу его пополам того чтобы не легко было его вверх поднять и приклеить решил не клеить на пену почему у меня там песок то я горшок цветком уронила у меня тут еще эти цветы достают меня да почему они у меня я уже говорила не раз они быстро размножаются ну своем доме то грех не держать если место есть и рублей 50 70 вот такой стаканчик стоил и когда нам было совсем не в моготу на хлеб можно было там кое-что продать а сейчас ну реально жалко зиму надо перезимовать как то им чтоб весной потом продавать недорого но копеечка какая-то работа у нас конечно тут непочатый край надо сказать начать до кончить тут у меня и швейная машинка и кошачий дом вот разобранный и чемоданы а это у нас душевая кабинка стоит продать хотели так вот что-то никак еще не низ не продали а это когда-то давным-давно далекие времена я шила вот такие подушечки ну и дарила родственникам многим родственникам дарила такие подушечки шила мы когда мебель делали с юрой и вот оставались оставалась ткань из кусочков делала и шивала и делала подушечки все вам рассказала вот такой вот у нас зал а это каком-то позапрошлом году я к нему прицепилась вот сделай мне вот это вот из со шкафа вот сюда вот и фонарики поставь вот он мне сделал эти фонарики потому что они у нас были куплены вот сюда вот мы их покупали мы здесь еще уже очень давно это все делали и поэтому еще они были актуальные модные эти фонари вот так вот они светят поэтому мы их покупали и делали этот потолок из пластика сейчас секунду я приду свет по выключаю давай я там еще не убрала я же тут съемку веду влог наш последний день уходящим уходящего года ты резать собрался а почему юра режет если бы у него был помощник полноценный то конечно чтобы не резал он у нас любит все маленькими кусочками как и не любит удобно 1 я отключу сейчас уберу этот песок а то перевернула цветок надо убрать потом включу покажу что мы делаем вот так вот располовинул я мусора много ну куда деваться некуда так юра пропенил взял эту этот кусок пенопласта и мы придумали вот у нас нету этих грибочков сдалека плохо видно и мы вот вот взяли крышки старые до продыряли их короче и это временно потом выкрутим ну хотя бы временно чтоб все у нас схватилась пена застыла еще одна юра хочет здесь потолок делать из плитки из такой пенопластовый я хотела натяжной но он сказал что нужно сделать из пенопласта он будет делать он хозяин думал он строит это в дом до где дыр от лица а ну ты забрал у меня ты мне сказал поддерживать давай вот сверху какая красота у нас получила главное чтобы тепло было чтобы мы не мерзли будет тепло гарантирую еще одну саморез на 120 до а я сейчас сварю простой супчик рисовый ну там косточки куриные у меня были у нас будет такой обед чтобы не загружать вот смотрите раз два три 4 5 6 7 накрутил ну вроде бы прижал попробуем так прижал вот отсюда сверху посмотрю еще не вижу вы видите потому что я потом я эти саморезы выкручу эти места запеню тоже вот и так сейчас пойду весь потолок делать сказать утеплять здесь вот потом пройду пеной ну-ка давай сейчас попробую пеной протест может быть будешь там сначала стукатурить или нет пеной подай сначала я здесь пройду пеной не поднимал из-за того что пена там мешала будет все таки подрежать процесс показывать у нас гардина тут нет шторы висели я их убрала и вот тюль остался ну ладно потом еще покажу что мы делаем начало положено так вот первый лист как говорится комом или наоборот вы там видите сбоку здесь и заклеил экструдированным кусочки у меня были на помощи нашел так а вот здесь вот все сейчас немножко подождем подсохнет да выше пойдем или в сторону наверно в бок все таки сюда пока я там работал тут лариса испекла суп в кавычках спекла сварила конечно же такой простой суп рисовый вот зеленью и курочка на курином бульоне немножко перекусим короче супчик офигенный лариса предложила это у меня перекрученный перец горький острый и зелень давай кусочек это очень острое чеснок еще здесь присутствует очень вкусно попробуем я что-то не доставала никакие салатики сегодня и так будем ужинать плотненько на новый год да гудка гучу его боготворить завтра такой же день рабочий я одета как капуста чтоб выбегать на улицу ладно будем кушать продолжаю снимать наш влог 31 декабря продолжается еще не закончилась я нарезала вот такой тазик салата оливье конечно же еще его не размешивала майонез не добавляла теперь вот приготовила для селедки под шубой я уже говорила что я купила такую баночку нам для двоих чтобы не покупать селедину вообще будет эконом селедка под шубой ну и захотела ее в этом в этой тарелке приготовить посмотрела все формы у меня большие думаю ну что же сделать что же сделать вот решила бутылку отрезать и как бы сделать кольцо обмотаю вот этой пищевой пленкой и будет приличное колечко и красиво выглядеть если не поленюсь может быть украшу еще эту селедку под шубой как-нибудь красиво и будет все тип-топ так что я сейчас буду резать бутылку делать из нее из нее кольцо бутылка старая ну пойдет так что вот дорогие хозяйки если вы где-то прочитаете что вам нужна форма разъемная вы ее вполне можете сделать сами сейчас я побрызгаю там маслом но если у вас нет такой брызгалки как у меня можно смазать маслом это я вас не учу просто делюсь твоим опытом что я не парюсь никогда по поводу чего-то там придумаю что-нибудь свое какая разъемная форма у меня есть но они большие поэтому покупать специально я не буду а выложить красиво пойдет нету у вас пленки такой пищевой дома можно целлофан он мешочком целлофаном обмотать да и все что угодно можно приспособить а я сейчас побрызгаю маслом и начну готовить у меня варится свекла я еще и не отварила я что-то уже приустала юра там продолжает делать потолок и вот так честно сказать у нас каждый год 31 проходит в прошлом году я была у дочери так мы готовились ко дню рождения внука приглашали кучу гостей поэтому мы готовились потом экономили деньги канализацию с дочи почистили взять не хотел хотел вызвать там баснословных денег это стоит нафиг надо мы с ней короче взяли все вычистили сами у нас есть видео мы снимали как мы с ней встречали новый год если кому-то интересно у нас есть плейлист сша не там вот я это мы с ней вместе и были и даже по моему рассказывали как мы канализацию почистили ли то уже было первого числа короче в какой-то день по моему первого числа мы чистили с ней 1 января вот так и проходит в трудах у нас весь день как встретишь новый год так его и проведешь вот точно говорят ладно буду я дело делать как я делаю в этот раз селедочку под шубой вот сначала я промажу майонезиком чтоб она у меня сухенькая не было лопаточку взяла здесь вот а сейчас я первым слоем потру картошку я убежала отсюда меня мама отвлекла позвонила как надо же с мамой поговорить короче сейчас картошку патру это вот я две картошины потерла не в этом году в этот раз на маленькая его приготовлю чтобы не было не нужно было доедать я не люблю доедать так лучше свеженькое что-то приготовить так сейчас я опять майонезе положу а теперь я положу слой вот этой вот селедочки ну вот это просто чудо чудное вот кто занят допустим некогда ну не когда им чистить вот следочку под шубой то хочется приготовить и взял вот эту вот селедку пресерву и пожалуйста выкладывая вот которые тоненькие я этим целыми кусочками а тут вот есть потолще я их разрезаю вдоль и вот так вот уложу потом лучок как обычно ну вообще супер надо сказать находка я вот там селедку готовлю под шубой а юра вот продолжает здесь как говорится скоро сказка делается да не скоро дело делается или как там сказывается сказка не скоро дело делать вот он трудится молодец что тебе еще нужна моя помощь ну все пошла тогда я готовить дальше выложила я слой селедки теперь слой лука крошила положила а вот теперь у меня еще вот две картошечки есть я сейчас их еще сверху сделаю ну кто не хочет может не делать я просто две же вниз положила у меня такая будет селедочка картошечку я тоже промазала майонезиком сейчас буду морковочку тереть мне последний слой осталось свеклу натереть может кому-то пригодится я не знаю и мне кажется я варю очень быстро быстро свеклу таким способом я ставлю варить свеклу она у меня закипает и я сливаю эту воду наливаю снова холодную снова ставлю она закипает не знаю на минуту потом 10 варится мне кажется очень быстро целую кастрюлю я целую кастрюлю опять наварила и потом я ее выключаю и заливаю холодной водой и сливаю в общем она у меня прекрасно сварено надо засечь время в общем тру последний слой запи вот с этой вот формочкой моей поставить одной рукой снимаю вот снимается отлично все вот у меня все слои получились такие сейчас можно это все помазать майонезом и украсить свеклой и будет красивенький салатик видите как все тру свеклу мазала со всех сторон майонезом сейчас украшу свеклой и протру тарелку вот так девочки я украсила обычным луком который у меня вырос в огороде и чуть-чуть наполнила икрой я недавно тут горбушу готовила и в нее в ней была икра я ее посолила и вот так вот сделала что-то у меня зеленушки вот не хватает ну сейчас посмотрю может какую-нибудь зелень еще в морозилке найдут добавлю размешала я оливье оливье я сделала побольше потому что у меня я подсаливаю муж любит оливье пусть покушает один из любимых его салатов я как-то не особо к нему отношусь ну раз человек любит я ему приготовила сейчас переложу в салатник и перемешек налеплю устала время уже что-то пол восьмого а я все еще люди уже за столом добрые сидят а я еще конетелю я вот замешиваю тесто не знаю может манты сделать по-быстрому муж у меня любит пельмени да мне без разницы да ты все вкусно делаешь ну значит я скорее всего манты тогда по-быстренькому сделаю нам ну посмотрю еще а он пришел у меня перекусить вот я ему салат положила перекусить у меня уже новый год начался ты еще старый не проводила вчера провожали чё блок поставили в лог чё там ты что все проводили значит ну да у нас на канале есть видео про пельмени кстати ссылку дадим до в конце можно посмотреть и я там тесто готовлю для пельменей очень хорошее тесто хрустящее можно сказать суперское кто кому я не давала этот рецептик тесто всем нравился так что смотрите видео это но мы продолжаем еще наш этот влог сегодняшний мы еще день не закончили не знаю как я когда успею полы помыть и помыться я еще вам похвалюсь я постельку новую наконец постель будешь пока нет ну я же купила да застелила все смысле купила ткань сшила я вам покажу как это все выглядит дорогие друзья в общем вот так девочки мальчики смотрите как мы быстро буквально за полчаса мы украсили стену с юрой но не поставили мы в этом году елку так как у нас елка предназначена для зала она у нас ну что же продолжаю я зарядила камеру у меня камера сдохла как говорится я вот в нашей спальне показываю комплект который я шила я шила 13 наволочек 10 маленьких 3 больших 70 на 70 и вот такой огромный пододеяльник и простынь вот все это не обошлось 3500 рублей вместе с тканью и шитьем еще за шитье с меня дешево взяли сейчас пойду юре рубашку поглажу новую давным-давно купили и все висело думала может куда-то на корпоратив пойдет но он как-то в старенькой пошел сейчас поглажем мы с ним посидим а я тоже принарядилась голову помыла ну короче вот так вот я буду выглядеть так это платье мне купила моя доченька я только сегодня ценник отклеила сейчас покажу вот в зеркало вот оно мне коротковатое и я хотела его в ателье все унести чтоб мне достав доставили вот такой вот тканью а она говорит нет тебе хорошо но я его поэтому не носила потому что оно короткое я считала но я его скорее всего унесу сейчас думаю отрезала ценник но не понесу сужи все равно с ценником вот захотелось мне нарядиться в него посмотрела золотой блузки нету где-то ну ладно пошла гладить рубашку сейчас покажу вам что мы там наделали вот столько юра сделал одному ему конечно неудобно прыг скок делать мне тоже некогда ему помогать вот так вот он сам тут кочевряжился ну вот завтра продолжит это дело сегодня уж попразднуем я говорю да давай заканчивая он сейчас пропылесосил мне а то растаскал этот пенопласт везде я говорю здесь не трогай ничего завтра все равно также будет ну вот так у нас получается уже мы близимся к цели мы заканчиваем этот наш влог юрик уже вот помылся побрился принарядился такой красавчик стал бабочки не хватает на стройке короче да и я я что хотел сказать всех наступающим потому что год заканчивается держать я тоже вот он с наступающим всем здоровья счастья а сейчас мы уже будем новое видео снимать с новым годом который называется всем пока пока до новых встреч пока пока